Друзья, всем привет! Сегодня нас отвлекали, вчера и сегодня нас отвлекали Шуфричем Коломойским от чего-то важного. Вы же это прекрасно понимаете. Что-то происходит такое сейчас за, так сказать, экранами телевизоров, что нам нужно с вами делать зеленый свисток, который Зеленский научился делать прекрасно. Я вот уже подбирается вторая годовщина покушения на Шуфира, 22 сентября 2021 года она была совершена. Помните? Обстрел машины, каскадер КРТ-95, почему-то оказался водителем Шуфира, он ехал в лесу, никого не нашли. Два года не могут раскрыть покушение на убийство первого помощника и держателя всех активов Владимира Александровича Зеленского. Представляете, да? Ну, а нужно было помнить, для чего это. А нужно это было для того, чтобы протащить закон про олигархов через Верховную Раду. До сих пор, который проголосован, уже тогда его за него проголосовали, на реестр олигархов, если у тебя такие-то активы, это олигарх, если это олигарх, тебе, значит, а-та-та будет. Да, так до сих пор закон не подписан президентом, потому что все еще ждут на него отзывы в Венецианской так называемой комиссии, которая оценит, не нарушает ли этот закон права человека и соответствует ее европейским директивам. Но зеленый свисток в виде покушения на Шуфира тогда сработал. В моем понимании, вот эти все громкие дела и обыски, которые нам показывают, рассказывают, и которые все обсуждают, я, кстати, записал по поводу обысков у Шуфрича отдельное видео, хочу, чтобы вы его посмотрели и понимали, зачем на самом деле это шоу устраивается, ну, помимо отвлечения нашего внимания. Но что касается отвлечения внимания, у меня есть на сейчас две версии происходящего, то есть две версии, почему сегодня или вчера, блин, важны вот подобного рода громкие события, почему мы должны были смотреть условно на Шуфрича или на Коломойску. Во-первых, назначена специальная представитель ПРИЦК, которая была министром экономики в правительстве США, надзирать за расходованием американской финансовой помощи в Украине. Она уже сделала свое заявление о том, что теперь переходим к выдаче помощи в обмен на конкретные условия. Представитель США сказала конкретно, что теперь будут четкие условия. Четкие условия, которые нужно будет выполнять, прежде всего, доступа международных инвесторов в Украину. Это конкретно ее слова. Что для меня является доступом международных инвесторов в Украину в условиях войны? Это, друзья, реприватизация всех активов. Зачем задерживают олигархов? Зачем забирают условный Укрнефть, Облгазы у Фирташа, Матерсич у Богуслаева? Заберут скоро Полтавский ГОК у Живага. Скоро будут реприватизированы все Укрнефтебурения. То есть, все частные компании газодобывающие, нефтедобывающие будут реприватизированы. Крупные ГОКи будут реприватизированы. Крупные, да я думаю, что его было энерго по итогам зимы, будут все реприватизированы. Все они будут переданы в фонд госимущества и проданы. Как в свое время было продано Криворожная сталь. Проданы нашим таким надежным партнерам в виде международных финансовых инвесторов. И условием предоставления Украине кредитных средств будет продажа реприватизирована. То есть, отобранного у олигархов имущества новым олигархам, которых так называть не принято. А принято называть транснациональными корпорациями. То есть, владеть теперь будет не условные Ахметов, Пенчук, Коломойский, Живага, Фирташ и остальные. А будут владеть конкретно компанией с мировым именем. Чем это грозит нам с вами, а ничем. Разницы ровно никакой. Кроме того, что приход сюда крупных транснациональных корпораций совсем не будет означать повышение зарплаты рядового рабочего. Не жалко ни тех, ни других. Я имею в виду ни олигархов, ни транснациональные корпорации. Я ни за них, ни за тех, ни за других не выступаю. Просто рассказываю вам, что будет дальше. Это заявление говорит о том, что политика реприватизации активов будет продолжаться. То есть, будут забирать крупный бизнес, крупные активы на баланс государства. Якобы в целях либо компенсации нанесенного государства убытков, либо в военное время передавать эти активы на баланс государства, потому что он неэффективный собственник. В общем, дальше будут продавать. Для наполнения бюджета и возврата кредитов. То есть, грубо говоря, нам дадут деньги в кредит, потом придут иностранные покупатели, дадут деньги в кредит опять, мы продагоним эти бабки, предприятия не заберут, деньги опять себе заберут, потому что мы отдадим за этот счет кредит. Такая вот интересная история по вымыванию всех интересных лицензий, полезных ископаемых, стратегических предприятий, монополий, атомной энергетики. Ну, я уверен, что все, что можно будет из интересного здесь после войны скупить, будет скуплено иностранными инвесторами в обмен на кредиты, которые будут даны якобы на восстановление экономики. Восстановление экономики можем обсуждать отдельно, уж тема большая, в одно видео мы ее не вместим, да потому что там слишком много, слишком большой и серьезный пласт проблем. Поэтому, вот представьте себе, есть шоу на сцене, а за кулисами готовится перераспределение активов. Ну, причем, смотрите, это же не вопрос там то, что там условную компанию акционерную «Укрнефть» это брали там частично у Коломойского партнера. Нет, вообще не про эту историю. Или там ФРЭКС, по которой владеет полтавским ГОКом, лишится своего актива. Там «Живаго» тоже принадлежит около 25 или 40%. Не имеет опять же никакого значения. Вопрос в полезных ископаемых, которые разрабатываются этими компаниями. Неважно, как они вообще будут называться. Можно эти компании вообще обвернуть собственников, главное забрать у них лицензии. И эти лицензии выставить на новые аукционы и перепродать их. То есть, грубо говоря, дать право «Укрнефть-1» добывать нефть на склажинах «Укрнефть». Все. Вот об этом будет идти речь. И вот этот процесс сейчас готовится за кулисами. Представление, которое нам устраивает квартал 95. Это вот одна моя версия. А вторая версия более прозаичная, она и более такая скоротечная. Сейчас же проведены изменения в проект бюджета 2023 года. 300 миллиардов на оборону нужно будет выделить. Из них 180 миллиардов в кредит, внутренний и внешний. А из 120 миллиардов будут забраны у местных бюджетов, которые уже воют, как недорезанные. Потому что это деньги, это их остатки на счетах, накопленные средства, которые должны были пойти в том числе, ну не только на брусчатку, но и на компенсацию тарифов и на прохождение отопительного сезона. На латание дыр в инфраструктуре, в том числе энергетической, в общем, все что угодно. За счет средств смешанных бюджетов можно было делать. Но сейчас у них заберут, во-первых, военное по ДФО, то есть налоги на доходы физлиц, которые стали военными. Получают зарплату и формируют фактически сейчас львиную долю бюджетов тех громад, в которых много военных. С одной стороны. А с другой стороны эти деньги станут, ну как бы такой вот. У них были подушки, теперь их забрали. Кстати, по поводу брусчатки, барабанов, всего остального. То есть, когда ты, как мэр некоего городка, знаешь, что завтра в конце года, вернее, или в ближайший месяц, парламент по команде все эти зеленые кнопочки проголосуют за то, чтобы остатки, которые ты собрал, ну, за счет сбора налогов с предприятий, зарегистрированных на твоей территории, с продажи земли, условно, с арендой земельных паев, с приватизацией имущества, которые находятся у тебя в громаде, и с доходов, которые ты получил от налогообложения физлиц, которые у тебя зарегистрированы, у тебя эти остатки, которые у тебя были накоплены, заберут. Заберут, чтобы что? А чтобы закрыть ту дыру, которую сделано в Министерстве обороны резников. Потому что 40 миллиардов гривен, 120 забирают у местных бюджетов, отправляют типа на армию. Так вот, 40 миллиардов, это дыра в бюджете, которая у Минобороны, которую сделал резников, выплатив на пустышки в начале войны деньги якобы за товары и услуги военного назначения, которые не были поставлены на Минобороны. То есть за счет средств, а это же деньги наших международных партнеров, а как сказал Зеленский в своем интервью, мы же деньги международных партнеров не воруем, поэтому мы сейчас быстренько соберем по сусекам с наших громад и закроем ту дырочку, которая образовалась, потому что сейчас же приедет аудит, вот эта вот Принцкер приехала, которая говорит, ребят, бабки куда дели? Они говорят, мы сейчас вернем, сейчас, идите сюда, мэры, идите сюда, бабки гоните. И потому, кстати, и брусчатку сейчас все активно так перекладывают, потому что понимают, что бабки у них заберут. Ну, то есть они хоть что-то пытаются сделать. Да, понятно, что они там взорватывают, получают откаты, мы же не про это сейчас. Мы про то, что они пытаются освоить те деньги, которые у них накоплены на счетах казначейства. Потому что понимают, что сейчас их заберут для того, чтобы закрыть дыру, сделанную Резниковым, сказать инстанционным партнером, смотрите, вы нам дали, мы на эти деньги все закрыли. С нас вопросов никаких нет. А то, что зимой будет не за что компенсировать разницу в тарифах и не за что местным энергокомпаниям закупать уголь, мазут, газ, ну что угодно, хоть дрова, хоть торф, для того, чтобы отапливать центральное отопление и, собственно, оплачивать, компенсировать даже закупку дров жителям местным. Или, не дай бог, будут прилеты патриотическим объектам, которые находятся на балансе громад или на балансе областных администраций, районных администраций, областных советов имеется в виду. И компенсировать их повреждения будет не за что. Потому что все эти деньги уйдут на покрытие воровства Резникова и его покровителей. В лице Шурмы, Ермака, Прозеленского, не знаю. Не знаю. Вот такая вот история, друзья мои. Поэтому сейчас, пока вы следите за шоу в виде обыска у Шуфрича, у нас измена сейчас 15 лет будут давать парню. Правда, нихуя его не жалко, потому что надо было раньше думать, чем-то занимался, кого-то топил, его не жалко. Но за этим шоу сейчас будет вопрос компенсации воровства Резникова за счет громад. Громады останутся без денег для закупки энергоносителей и прохождения отопительного сезона. Потом выйдет наш главнокомандующий, наш Чучхе, скажет, настолько недобросовестное хозяйствование и настолько недобросовестные собственники у всех этих энергетических активов, теплоцентрали, электроцентрали, распределительных сетей, газодобывающих, газоэффективных компаний. Мы их все конфискуем, извиняюсь, забираем в управление Министерства обороны, чтобы все неэффективные собственники все это надо распродать иностранным инвесторам. Вот короткий план и короткая реприза, короткая либретта того шоу, которое происходит на самом деле за кулисами, которое имеет значение, которое прикрывается обысками, уголовными делами, подозрениями, миллиардными якобы похищениями. Вот и вся, как говорит мой партнер-история, вот весь хуй до копейки. Подписывайтесь на канал Дубинский в Ютубе, Дубинский Про в Телеграме, Инстаграме, Фейсбуке, Твиттере, ТикТоке, везде, где вам удобно и комфортно получать информацию. Будьте здоровы, будьте умнее, понимайте, что на самом деле происходит в нашей стране. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok